Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот 12.15 на часах Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеев У нас сегодня Грибной Разворот В гостях у нас человек, который уже не раз к нам приходил И в принципе тема такая, можно сказать, круглогодичная Глава отделения Боданики Латвийского музея природы Миколог Инита Данейла Здравствуйте Здравствуйте О грибах мы поговорим сегодня, как я уже сказал Сезон Грибной, ну как можно сказать, в разгаре? Или еще до Зенита не дошел? Ну сезон вообще никогда не кончается Потому что грибов можно найти и зимой Ну не так много все-таки, как осенью Ну да, не так много и может быть не для грибников Но для нас есть, и зимой тоже Для ученых, исследователей Да, да, да Ну как вы, ну хорошо, все-таки если говорить о традиционном Вот таком общественном сезоне Как в этом году дела? Ну одно время было очень хорошо Как раз для грибников Летом было очень хорошо Но теперь уже не так хорошо Потому что очень сухо, очень жарко И самое главное, что у нас уже в среду Мы должны открывать выставку грибов Да, ежегодную Да, ежегодная выставка И как по нашим планам уже это Мы уже это знали в начале года Что как раз вот вторая неделя сентября И, ну, надеемся, что что-то найдем Завтра в лес поедем Это уже последняя вылазка получится будет у вас Перед выставкой или как? Как последняя? Ну, последний раз вы поедете в лес? Ну, завтра поедем Перед выставкой Да, это первый раз, когда мы поедем А так мы едем каждый день Потому что грибов надо каждый день менять Они же не сохраняются И как раз в такую погоду, когда очень жарко То есть вам нужно собрать непосредственно перед выставкой? Да, да, да Два дня перед выставкой уже, может быть, там тортовики можем собирать Ну, а если вы поедете и вот придется у вас пустыми руками вернуться? Или это невозможно? Ну, это невозможно Что-то найдем обязательно Просто в прошлом году, если мне не изменяет память Вот была выставка и у вас были там в связи с погодой определенные проблемы Вы даже обращались к людям, к жителям, чтобы они помогли Мы каждый год обращаемся Потому что нам, действительно, нам приносит очень много интересных грибов И был такой случай, что уже, ну, у нас было интервью уже Ну, первый день выставки, через полчаса надо открывать выставку И просто, ну, так сказали там, по-моему, это по радио было Ну, что у нас на выставке нету бледной поганки А как вы думаете? А почему у вас не было? Разве не распространено? Нет, ну, не нашли просто Ну, бывает так, что просто не находим И, ну, нету, бледная поганка должна быть Так же важно, как боровики, и бледная поганка тоже очень важная И как вы думаете, сколько время прошло, пока нам принесли? Ну, сколько? Полчаса? Полчаса, да Через полчаса нам уже принесли бледную поганку В музей природы? Да, в музей природы На барна? Да, да То есть, если человек... В этом году вы тоже призываете какие-то грибы приносить? Конечно, да Мы всегда призываем, потому что как раз посетители всегда приносят нам что-то интересное А какие-то вот в этом году вы специальные? Вот у вас есть запросы? Или любые? Вообще любые, да Поскольку в этом году, ну, пока тоже не очень хорошо Дожди, сколько я знаю, немножко в курсы мы прошли Ну, как мы обычно далеко не едем И еще мы не едем по этим лесам, ну, приморским лесам И... Сосновым обычным Да, сосновым обычным лесам И как раз вот эти грибы из сосновых обычных лесов нам как раз посетители приносят А почему вы не едете в них? Потому что мы едем там, где, ну, больше такая, ну, больше возможности найти разных видов Разнообразие Да, там, где большое разнообразие Ну, а какие-то леса, расскажите Ну, там, еловые, ну, смешанные, лиственные Мы едем в сторону Сигулда, в сторону Тукумс, в сторону Огры Да, в Царниково тоже ездили Ну, так мы не можем сказать, что совсем не едем так в сторону моря А выставка пройдет с 11-го, она открывается? До 15-го, да С 11-го, 15-го До 15-го Музей природы Музей природы И вход Вход Я никогда не знаю, сколько у нас стоит билет Поскольку... Ну, не бесплатный, так или иначе Ну, нет, 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 это не бесплатно Да А, получается, ну, какие самые ценные вот на выставке обычно грибы? У вас каждый год есть какие-то вот главные герои этой выставки? Что для нас, может быть, главное, что-то найти, что-то редкое, красивое и большое, чтобы это привлекло и внимание публики и было интересно для нас А так, для посетителей очень важно, чтобы были боровики Ну, кто же не знает, как выглядит белый гриб, боровик, но если у нас нету, то это выставка плохая, у вас нет красивых белых грибов Самых главных Да, да, самые главные грибы Но в прошлом году, как я понимаю, у вас вот гвоздем программы был золотистый, да, боровик-то называется? Да, боровик золотистый уже гвоздем программы уже несколько лет, потому что это прищелец из Северной Америки И сначала появился в Европе на Куршинской косе в Литве, да И у нас уже, по-моему, лет пять уже много, и в этих приморских лесах уже очень много местами В этом году, насколько я знаю, лиласты очень много встречаются И вот как раз это такой гриб на любителей, который нам обычно приносят посетители Самые тоже нашли, наши тоже нашли, когда в ту сторону моря поехали А вот это как раз такой, ну, ценный гриб, который приносят посетители А как его, он как-то значительно отличается от обычного боровика? Его легко опознать? Легко опознать, да, такой, ну, на латышском дзизлка, а то бэка Потому что это ножка с такими, ну, неровная, ну, я не знаю, как по-русски сказать Ну, такие, ну, истейк там, истейк ту дзизлойуму, рельефу С рельефом, да То есть ярко выраженным таким Да, да, с ярко выраженным рельефом А по цвету примерно такой же? Ну, действительно, такой золотистый, поэтому и на русском боровик золотистый Ну, в прошлом еще году у вас был дождевик-то, да, называется? Очень большой, огромный гриб Дождевик гигантский, да Гигантский, да И еще месяц назад было очень часто и очень много нам сообщили, что встречается И уже многие научились, что это вкусные грибы, что можно жарить И сами тоже собирали и жарили, ну, это Но сейчас в сентябре, по-моему, тоже было несколько наблюдений, несколько сообщений, но уже не так много Но тоже будем очень рады, если кто-то принесет на выставку нам Нам звонили, видел только что, я еще телефоны даже не успел объявить 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, слушаем вас, добрый день Здравствуйте Да, пожалуйста Павел, меня зовут, хотелось бы спросить вот что Вот шампиньоны, например, можно выращивать, соответственно, да В промышленных масштабах, на дачах и так далее А я слышал, что лисички, например, нельзя А какие-то вообще грибы можно выращивать, скажем, самостоятельно человек может выращивать Или все-таки вот кроме шампиньонов таких больше грибов не существует Спасибо Всего доброго Шампиньоны – это не микоризные грибы Которые не микоризные, там легче Или на древесине некоторые виды, которых можно выращивать А вот микоризные грибы как раз очень сложно, потому что нужно дерево Да, и боровик, например, будет расти только с сосной, там Или, ну, белый гриб, там, с елью Ну, подосиновик тоже у нас разный бывает Там тоже надо вот это определенное дерево Вы можете вырастить, если у вас там свой лес Или где-то под домом лес Или парк, или у вас какие-то деревья большие под домом Ну, а так сложно, да Лисичек тоже сложно Но если у вас лес, то получается, вы Ну, это тоже выращивание, нельзя назвать Они естественным путем будут расти, там, или как? Да, ну, они будут расти Или вы можете как-то способствовать Мы можем способствовать, но когда чистим грибы То все эти отходы просто выбросить в этом своем лесу А вдруг кто-то что-то вырастет То есть это вот сможет работать? Это возможно, это возможно А, ну, то есть без деревьев только шампиньоны? Ну, не только Есть и вот, например, вешенка, которая на древесине растет А пионок зимний на древесине можно На древесине можно Который растет, ну, как это, сапротроф и почвы Там шампиньоны и еще другие Таких можно, да А микрорезные грибы нельзя Ну, отсюда и получается, что вот часто мы слышим Что владельцы частных лесов, они очень часто Ну, у которых, может быть, не огорожен лес Они очень часто жалуются на то, что приходят грибники Они не могут проследить за этим И в их частном лесу собирают грибы То есть получается, ну... Да, если не загорожен, тогда можно ходить Ну, если там не хотите, чтобы ходили То надо, ну, как-то огораживать И поставить надпись Ну, да, да, да Хотя надпись тоже не всех останавливают Да, 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 ну, тоже, тоже Ну, у нас нет такого закона, который запрещает В частном лесу тоже собирать грибы А вот, если можно выращивать, получается, у нас на каком-то таком уровне сельскохозяйственном Это происходит вообще в стране? Ну, выращивают щитаки, насколько я знаю Раньше у нас были как-то лучше эти контакты с теми, которые выращивают грибы Ну, теперь уже трюфеля стараются выращивать Но, насколько я знаю, этого урожая еще не было Там должно пройти 5-7 лет, пока они начинают расти Ну, может быть, я не знаю Ну, это серьезные уже грибы Да, да, это уже серьезно, да, дорогие Есть люди, ну, по-моему, и шампиньоны выращивают И, ну, щитаки Я знаю, Гарикас Такое, ну, место, где И они угощают этим супом из щитаки И экскурсии проводят Может быть, они такие, ну, более, ну, дзирдатаки Дзирдамаки Ну, популярные, то есть известно А где это место находится? Где это место находится, где вы говорите? Это в сторону айс, бутылепа и курзами А, курзами Я просто слышал, вот, по-моему, в прошлом году Фермеры жаловались, что они не могут якобы поставлять Определенные продукты в латвийскую армию Не знаю, слышали вы об этом? Да Потому что якобы в тендере значится, что должны быть шампиньоны и имбирь А ни то, ни другое якобы у нас не выращивается Но вот шампиньоны вы говорите, что можно? Можно, но, честное слово, сейчас я не знаю, как с этим обстоит И сколько выращивает, и выращивает ли По-моему, многие начинали, но, может быть, это не так просто И что-то не получилось И просто, ну, перешли на что-то другое То есть интересно, просто загвоздка получается в шампиньонах во многом Из-за этого приходится, я так понимаю, закупать не у наших фермеров, а у зарубежных Да, да Но, может быть, у нас это не так популярно, потому что у нас очень популярна эта грибная охота И все любят сами собирать, а не покупать И поэтому, может быть, и не так выращивают Тем более, грибы очень дорого стоят, на самом деле Если на рынке посмотреть белые подосиновики, это дорогое удовольствие А вот в этом году такая тоже громкая грибная новость была Что в мае нашли подосиновик Вы, наверное, ну, вы видели, я думаю Да И все очень сильно удивились Вот насколько это, в принципе, удивительное явление Вы сказали, что зимой тоже можно собирать, но, наверное, другие грибы все-таки В мае уже это нормально И если мы каждый год удивляемся, почему растут подосиновики, подберезовики, боровики То, может быть, это уже нормально И не надо удивляться Так мы каждый год удивляемся О, почему так рано Ну, то есть, аномалией это назвать нельзя Нет, нет, это не аномалии Вот все сразу говорили о глобальном потеплении Нет, ну, тогда, конечно, не очень много Если уже много, тогда, о, может быть, интересно, как много в этом году, там, в мае уже грибов Нет, это нормально А так единичные случаи, это нормально А вот на вашей памяти были какие-то особенно вот такие, ну, опять же, аномальные сезоны Весенние, зимние, последние Ну, если у нас зимой тепло, то тоже, наверное, это уже нормально, что у нас бывают зимние грибы И, может быть, у кого-то это аномалия, но у меня уже традиция Каждый год, вот, на Новый год, каждый год собирать опята зимние Опята? Да, да, зимние опята как раз растут зимой Ну, конечно, если нет мороза, да, когда оттепель, и, там, неделю-две, когда тепло И что вы с ними делаете, как вы их... Ну, жарить можно сразу, да, я вообще только такие собираю, которых можно сразу жарить, которых варить не надо А зимой, вы говорите, теплая зима, это вот что вы подразумеваете под теплой зимой? То есть должна быть... Если плюс Плюс температура И как долго? Плюс температура, ну, там, неделю-две В прошлом году я в Риге, я сама живу, ну, недалеко от Марупиты, да, Берни И я вот так 30 декабря посмотрела в окно, о, какая там приятная, теплая погода И пригласила там своих друзей и жителей Берни Пойдем 31 января на экскурсию собирать грибы Ну, как вы думаете, сколько мы нашли? И съедобные тоже, ну, там разные, и трутовики, и что? Ну, мне сложно сказать, они там много, видимо Больше 20 видов, больше 20 видов И не только там многолетние трутовики И многие как раз такие зимние грибы, которые как раз зимой встречаются Ну, то есть зимой можно абсолютно спокойно идти по грибам Можно, да, можно, можно И находить очень много Да, да А это, вот просто мне интересно, это специфика именно нашего региона Или это, в принципе, распространенная история зимняя, зимние грибы? Ну, у нас может быть такая специфика, что у нас бывают эти теплые зимы, да Ну, может быть там, где более континентальный климат Там, ну, как раз как зима началась Мороз там с поздной осени до ранней весны А у нас же бывает так, что одна неделя мороз, другая неделя дождь И так вся зима такая У нас сейчас небольшой перерыв, буквально через минуту мы вернемся Продолжается разворот у нас в гостях Сегодня, я напомню, глава отделения ботаники Латвийского музея природы Миколог Инита Данейл Еще раз здравствуйте Здравствуйте Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9 Вот грибники, и не только звоните Или пишите, кстати, в WhatsApp сообщение 230-6191 230-6191 Мы остановились на особенностях Латвии, территории И выяснили, что зимой, когда она теплая Хотя последние годы это не так часто на моей памяти Последние зимы достаточно суровыми были И снежными, и морозными Но в Западной Европе, получается, ведь там зимы теплее Но это не говорит о том, что у них грибная культура более развита, как мне кажется Так ли это? Да, ну как в разных странах по-разному Да, эта грибная культура более развита Как раз в Восточной Европе Там в Скандинавии, там в Великобритании Там они как-то очень осторожно относятся к собиранию грибов Там достаточно много, ну как мы, наблюдатели птиц Вот наблюдатели грибов Они ходят в лес, там фотографируют, собирают И потом все вот оставляют в лесу просто Ну просто идет, радуется И, ну может быть, не так часто собирают на еду, как у нас Да, мне вообще попалась такая вот статистика, исследование, которое говорит, что в Латвии, ну по крайней мере в этом регионе, одни из самых активных собирателей грибов в Европе вообще Да А с чем это можно связать? Как это можно объяснить? То есть изначально ведь собирали грибы, ну как, это способ выживания определенный Да То есть вот охота, все из этого Ну, все-таки у нас достаточно много лесов Хотя очень много вроде вырубливает, да Но врубает Но лесов у нас много И это традиция уже, да Данная традиция, ну как говорят в старых хрониках Так, латвийский дзиву кокосу над сенами, да Так, ну Живут в деревьях Да, да, да Живет на деревьях Да, да, да И кушает грибы, да Маленький народ у Балтийского моря, который, ну, живет в деревьях и собирает грибы Да Но, да, такие традиции, ну, в России тоже очень много собирает грибов Вообще-то восточная Европа, не только мы Но даже те, кто в западных странах Европы собирает, я так понимаю, что у них вот этот вот барьер тех, которые можно брать и которые не берут, оставляют или выбрасывают, у них он очень сильно сдвинут в сторону, что они больше не берут, да То есть мы берем, мы собираем много тех грибов и готовим и употребляем в пищу, которые там считаются несъедобными Да, вот, например, если смотреть, ну, там разные определители грибов, то вот те, ну, немецкие книги, да, там волнушка, например, ядовитый гриб и все Потому что у них нет такой традиции, чтобы что-то там отваривать, воду слить Если там гриб сразу, если нельзя сразу жарить, то это ядовитый и все, и без каких разговоров Но при этом коллеги ваши, они ведь понимают, что можно там при термической обработке довести этот гриб до сиропного Да, да, ну, микологи это понимают Но не рискуют? Нет, тоже собирают, но вообще, если смотреть микологи, как грибники, они не очень Поэтому, ну, просто есть сезон, когда много работы, и как у сапожника нету сапог, так у миколога никогда нету грибов на зиму Я вообще в своей жизни, по-моему, ничего не замариновала, да, так что не солила ничего Я беру, ну, сколько могу сразу там на ужин пожарить и все Ну, это еще дело вкуса во многом, мне кажется, маринованные и жареные, это вот разные совершенно блюда Да, ну, просто некогда, вот настолько, если там и фотографировать, и на коллекции собирать, и там на эти консультации, выставки, ну, просто некогда этим заниматься Я с точки зрения микологов западных думал даже не то, что они собирают, а то, что они ведь, скажем так, объясняют обществу, то есть вот эти книги издают какие-то пособия И там все равно волнушка будет, все равно у них ядовитая Да, все равно, все равно волнушка ядовитая, да А если сравнивать вот Латвию и ближайшие соседи, скажем так, Эстония, Литва, ну, Белоруссия, Россия тоже Есть какие-то вот там виды или какие-то примеры грибов, которых у нас нет, но там они вот наблюдаются? В Эстонии там просто больше микологов, да, и иногда это число видов грибов, это, ну, можно сравнивать, насколько много людей этим занимается Ну, может быть, такой простой пример, когда у нас был, ну, из-за матеров, у нас был специалист по сыроежкам, да, Руссула, Арнольд Самуолинш И пока он занимался этими сыроежками, то у нас число сыроежек от 40 вырос до 140 Это, может быть, кто этим занимается, потому что иногда вот эти виды грибов, они вроде очень похожи друг на друга И там нужен этот глаз специалиста и микроскоп специалиста, и чтобы отличить, там, может быть, некоторые очень близкие виды Которые, ну, так, грибникам это, ну, да, какие сыроежки бывают? Желтые, красные, оранжевые, может быть, там еще какие-то зеленые А если вот посмотреть так тщательно, то там очень много видов, и две трети из этих 140 видов красного цвета, да Так что, может быть, поэтому отличается, ну, конечно, немножко отличается, может быть, ну, вот в Элвестонии есть эти алварии, да, там где это, ну, такая Там где этот можжевельник и почва, ну, кальтяняуксна Ну, болотистые места, если вы имеете в виду? Нет, нет, не болотистые, наоборот, когда это, ну, колцифилы, да, колцифилы, и там вот такие виды, может быть, у нас нету, которые у них есть, да А количество, почему у них такое большое? Это исторически как-то сложилось? Почему? Ну, как-то, да, как-то исторически сложилось, что у них, там как раз в Тарту, университете Тарту, там лаборатория микологическая, да И как-то исторически сложилось, что там много микологов, и поэтому, может быть, у них получается, что у них больше этих видов грибов. А у остальных, вот южнее, у литовцев, например? У литовцев тоже, да, там как раз мы там посередине у нас практически мы, ну, которые занимаются макроскопическими грибами, это мы в музее природы. И некоторые аматеры, которые уже любители, которые уже на очень хорошем уровне, но у нас, вот, например, в институте, ну, там Сылова еще занимается грибами, но это больше как это лесохозяйственный институт, да. У нас вот в институте биологии, ну, нету и не было таких специалистов. Ну, вот употребление грибов, сколько там, не просвещая народ, и как бы эта культура не росла, грибная, все равно происходит отравление каждый год, так или иначе, насколько я понимаю, да. И в зависимости от сезона этих отравлений может быть больше и меньше, вот как последние годы, как дела вообще с этим? Мы знаем только такие самые трагические отравления, когда кто-то там… Ну, больницу, да, уже. Ну, не только, мы даже не знаем тех, которые, всех, которые попали в больницу. Чаще всего, которые, ну, так больше мы услышим, да, от каких-то социальных сетей, когда кто-то умер, да, тогда уже, да, ясно, все это уже будет везде, на первых этих строчках, да, что кто-то там пострадал серьезно, а такие более-менее, ну, легкие отравления, даже мы не знаем, не потому, что кто-то скрывал такое, да, но просто у каждой больницы своя статистика, сколько у них там, ну, попали там люди с отравлением, и очень трудно как-то вот найти эту общую цифру, сколько. Ну, количество же тех, кто вот ходит на так называемую тихую охоту, оно с годами не снижается, да, вот, то есть у нас кажется, что ведь принято считать, появилось там большое количество магазинов за последние там 20 лет, условно говоря, уже как-то такой нужды нет, уже люди сельскохозяйственными вот этими благами меньше пользуются, ну, и в том числе грибными. Можно такое сказать? Я бы сказала, что теперь как-то большая, может быть, такая, ну, как уже разница между теми, которые вообще всего боятся и не ходят в природу, не знают природу, не только грибы не знают, ну, вообще как-то отдалены от природы. И, как, с другой стороны, растет число таких людей, которые, ну, не только собирают грибы, но и уже больше интересуются, там ставят свои находки, там дабаздаты, там, где можно отметить, ну, местонахождение, регистрировать свои находки, фотографировать, просто из-за интереса не только то, что можно съесть, да. Ну, такой разрыв получается между такими, ну, уже настоящими любителями и тем, который вообще ничего не знает, боится, в лес не ходит, потому что там страшные-страшные клещи и все другие, и змеи, и чего еще, да. То есть таких людей больше становится в Латвии? Да, 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 и таких, и таких, да. Просто есть такая, ну, как бездебенис, да, бездна, да, пропасть между одним и другим, да. Но больше каких? Ну, это вообще, ну, в моем кругу, конечно, больше тех, которые интересуются. Интересуются, да, энтузиасты, просто я больше с этими людьми общаюсь. Наверное, развитие социальных сетей, интернета в этом плане тоже повлияло, то есть появились такие своеобразные кружки. Да, уже почти целый год, особенно уже, когда грибов много, мой день начинается с 6 часов проверить, что там новое в социальных сетях, ответить на вопросы, и последнее уже там пересмотреть перед сном уже в 11 часов и ответить на вопросы. Ну, может быть, меня даже не спрашивают, что это такое, но я стараюсь следить, чтобы уже заранее поймать там разные ошибки, глупости и так далее. Потому что, ну, была тоже такая, ну, шутка, что там 70-х годов там самый, ну, главный эксперт – это там ученый, там, потом уже дальше уже там аспирант, потом уже журналист, а теперь уже Катя из социальных сетей, да. И настолько много всяких глупостей. Ну, например, вот самые распространенные, там три штуки. Ну, это тоже по-разному на латышском языке, да, и на русском. Там разные эти ошибки. Ну, если вот смотреть там грибники Латвии, то там самая распространенная ошибка, что вот нашел сатанинский гриб. Ну, какой сатанинский, да? Это что такое? Ну, потому что сатанинский вообще никто не нашел. А что это за гриб? Ну, ну, вроде там, может быть, немножко похож на боровик, но очень красивый, там, яркий и так далее. Но чаще всего это просто дубовик, который тоже очень яркий и красивый гриб, но это сатанинский фактически не найден. В 30-е годы нашли там, ну, где река Перси, там, где, ну, водохранилищики теперь, там вроде нашли. И потом, ну, я один раз нашла, но тоже сомнительно, потому что гриб был очень старый. Ну, нету таких находок. А сатанинский, он слово сатана? Да, 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 да. А почему у него такое название? Балетус сатанас. Почему такое название? Ну, латинское балетус сатанас. Ну, это как-то связано с его свойствами или что? Ну, ядовитый, но не смертельный. А, ядовитый. Да, ядовитый гриб. Ну, не нашел никто. Я говорю, ну, покажите, где вы нашли. Ну, пока никто не показал, не показал. Ну, в прошлом году у нас находили гриб, который называется вот пальцы мертвеца. Ну, это обычный гриб, да, ну, довольно редкий у нас охраняемый. И, да, ну, обычные грибы, ничего такого там не страшного, ничего. Ну, может быть, для ученых, а вот для рядового человека это тоже легко обнаружить, такой гриб? Да, ну, легко обознать, потому что он довольно… Похож на пальцы. Мухоморы, которые ядовиты, но можно спутать с другими. Ну, есть все эти вот категории лже-грибов, да, которые там лже, не знаю, лисички. Ложная лисичка, ложные боровики и так далее. Вот какие самые опасные, вы бы сказали, которые люди действительно попадаются? Ну, самые опасные – это бледная поганка и мухомор вонючий. Да, но их же спутать сложно. Ну, по-моему, сложно, но все-таки путают. Мухомор, он прям ни на что не похож, кроме мухомора. Ну, мухоморы тоже разные, да, и красный мухомор, бледная поганка тоже мухомор. Но бледную поганку, ну, это может быть труднее перепутать. У нас все-таки зеленого цвета растет под дубом, и обычно в дубовых лесах, в парках у нас люди грибов не собирают. А мухомор вонючий, белый и похож на шампиньон. Надо смотреть пластинки. У мухомора пластинки всегда белые, у шампиньонов у молодых розоватые или сыроватые, а у старых шампиньонов почти черные, ну, темно-коричневые, шоколадного цвета. Ну, я думаю, что трудно перепутать. На, еще про таких глупостей, как раз одна из самых больших глупостей, которые я слышала, а маленькие же все хорошие. Маленькие грибы? Да, да, пока они молодые, пока маленькие все хорошие. И как раз вот такие очень молодые грибы, когда еще шляпка не открылась, и там иногда трудно сказать, это вообще трубчатый гриб или пластинчатый, и тогда в таком уже размере можно перепутать этот мухомор вонючий с лесным шампиньоном. Ну, шампиньон перелесковый, по-моему, да, по-русски. И такое же случается? Такое же, да, да, да. Ну, в смысле, люди путают. Ну, может быть. Ну, если кто-то там отравился грибами, он же всегда говорит, что они собирали съедобные грибы и отравились. Но это логично, никто же не собирает специально ядовитые грибы, чтобы отравиться. Они все думают, что они собирали съедобные грибы, но что-то перепутали. Микола Кенезе Данейл у нас сегодня в гостях. Нам можно дозвониться 672 12 93 9 672 13 93 9 или в WhatsApp написать 230 6191. Выставка будет проходить с 11. Послезавтра открывается выставка грибов ежегодная. Она ведь одна из, если я правильно понимаю, одна из самых, как это сказать, ну, долгих вообще выставок. Сколько она происходит уже? Ну, уже в 20-30-х годах в Риге были выставки грибов. Ну, я уже работаю в музее больше 35 лет. И, ну, были, по-моему, 3 года за это время, когда выставки не было. А почему? Ну, когда действительно было очень сухо и просто, ну, не удалось собирать грибы на выставку. Но и один раз мы прервали выставку, потому что не могли уже грибы поменять, потому что замерзли. Был не только там заморозки, но настоящий мороз был. И все уже замерзшие они, и все, там два дня была выставка, и все, больше не продолжали. При этом грибы, вот, как царство, да, как такое явление природы, по-моему, вы говорили об этом, что все-таки это не очень изучено еще, вот, ну, царство. Да, да, это совсем еще не изучено, да. Что больше не изучено, чем изучено. А почему так, вот, почему столько тайных секретов? Грибов много, микологов мало, и не только у нас. Даже если там десятки микологов, которые там работают, там все равно в Эстонии, Великобритании, или еще где-то, они всегда говорят, что нас мало и работы много. И еще, что они появляются, ну, плодовые тела же появляются только в очень короткое время. Конечно, теперь используют и другую методику, там, эти, ну, анализ, ну, геносеквенш-анализ и так далее. Но все равно не хватает людей. Давайте звонки, вот у нас появилось много звонков. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересная передача. Я хочу сказать, что я грибник самого-самого детства. Но, конечно, сейчас я не рискую, собираю только грибы, которые уже точно знают, что это гриб тот, что надо. Но я столкнулась с одной вещью. Я очень люблю лесные шампиньоны. Их, правда, бывает очень много, и много не собираем, но маленькие как бы я люблю. А тут я столкнулась с тем, что вот поляна шампиньонов, я собираю-собираю, и из одного шампиньона, когда он, ну, маленький, но уже раскрылся. Вот эти вот плоские типа лошадь, ну, эти самые, не трубчатые, естественно, да, ну, вы поняли, о чем вы говорили. Да, да. Были не коричневые, не серые, а розоватые. А розу среди всех, вот поляна шампиньонов, вы представляете, они растут как бы семьями. И меня это так вообще немножко удивило, он был розоватый. Вот все вот эти пластиночки были розоватые. Поняли, да. Спасибо, спасибо. Ну, у всех шампиньонов пластиночки розоватые или сыроватые. Ну, у меня такое, ну, я так, кажется, что вы думали, это колпак кольчатый, который растет большими группами, и в народе часто называют лесным шампиньоном. Лесным шампиньоном. И это другой гриб просто. А вот шампиньон перелесковый, другие виды шампиньонов, которые растут в лесу, они часто не совсем белые, но пластинки у всех или сыроватые, или розоватые. Но надо разобраться, о которых грибах мы говорим. И поэтому, если у меня, например, консультации на социальных сетях, я всегда стараюсь писать латинское название. Ну, это уже потом можно искать там литературу в разных языках, и в интернете можно там во всех языках мира искать по этим латинским. А там как латышские, русские названия, и просто часто один гриб по-разному называется в народе. У вас на Фейсбуке, да, группа есть, вот это вот, общество микологов и друзей? Да, в Латвии есть микологу бедриба ундрауги. Там можно обратиться всегда? Там можно обратиться, и там обычно, ну, кто-то поставил этот гриб, мы сразу отвечаем, и там не образуются эти, ну, долгие разговоры. Есть и в других группах, а там как раз появляется очень много дискуссий, и очень много таких, ну, экспертов, вроде Катя из Фейсбука, да, которые готовы определить гриб по какой-то, ну, не очень хорошей фотографии. Там издалека сфотографирована белая шляпка где-то, ну, в траве, и там уже куча экспертов, которые уже определяют и дают советы. Все-таки надо смотреть, кто дает совет, да, и если совет дает миколог, то всегда мы пишем латинское название, и по этим можно уже, ну, проверить, что это человек-миколог. Или, ну, любитель уже такого, ну, высокого уровня, который уже использует латинское название. Давайте еще звонок примем, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый, Константин. Такой вопрос в сторону. А насколько реально адаптировать вот лесные грибы в выращивание в домашних, там, садовых условиях? Я всегда интересовал вопрос, потому что грибник есть заядлый, грибов бывает много, и остаются корни, эти обрезки от ствола, вот эта корневая часть, там, и так далее. Насколько реально их можно выращивать? Спасибо. Ну, уже сегодня вот был вопрос такой. Да, мы уже об этом говорили. Если коротко, то нужен лес все-таки. Да, все-таки для микоризных грибов нужен лес. Или хотя бы деревья. Или хотя бы деревья. Да. Да. Ну, вот у нас, вы уже упоминали вскользь про частные леса, у нас ведь нет никаких норм по сбору грибов. То есть, в Германии просто вот был случай, по-моему, в прошлом году, когда супружескую пару штрафовали за то, что они там норму собрали больше, чем вообще можно. Их штрафовали чуть ли не на 2000 евро. Тогда у нас ничего такого нет? Ну, пока нет. Пока? Пока нет. Ну, я не знаю, мне не очень нравится, когда выставляют в эти социальные сети очень эти большие кучи грибов. Кто поедет дальше, кто соберет больше, еще больше, еще больше. Ну, вот такое отношение, вроде люди очень голодные, что ли, или вот как-то мне это уже неприятно, да. Но у нас нельзя собирать охраняемые грибы, это точно, да. И даже если мы смотрим, вот охрана грибов, это в основном надо сохранить соответствующие биотопы, да. И если соответствующие биотопы будет, там лес, старые эти, ну, деревья, которые, ну, старые упавшие деревья, и там, где эти грибы, которые на древесине растут, которые часть из них редко встречаются, охраняемые грибы. Нужно, чтобы сохранились наши, ну, как можно больше, такое биологическое разнообразие в лесах, тогда и грибы будут. А вот я читал, что там есть такое убеждение, что у нас вот в районе Ада же, например, грибы растут лучше, потому что там происходит учение, из-за этого земляна каким-то образом, то ли утрамбована иначе, то ли еще что-то с ней происходит. Это правда или это миф абсолютный? Ну, я думаю, что это миф, но там вообще такие... Ну, надо, да, я думаю, что это не из этого все-таки, но там вообще такие хорошие леса, и, может быть, не каждый там поедет, не каждый там готов под автомат и есть, и там много, потому что не так много там собирают, может быть, потому и много. Последнее, вот у нас нет уже времени там уделить этому много времени, но грициногенные грибы, насколько микологи вообще вот и в Латвии, в том числе, заинтересованы в их изучении? Мы заинтересованы, ну, покажите, где растут, посмотрим этот... А разве их нет в Латвии? Есть, я сама нашла два раза, один раз... Поскольку они собирают все-таки, где-то... Нет, ну, я не знаю, что они там собирают, вот пусть показывают, что собирают. Я сама нашла два раза, ну, там было по одному экземпляру, там, конечно, для радости там не хватает, просто собрала на коллекции, да, ну, это псилоцибис и миленциата. Да, да, есть и должны быть, но не так часто, и их трудно отличить, только по микроскопу фактически. Надо смотреть в микроскопе, споры, чтобы отличить, что это за гриб. А так, собрать подряд все маленькие коричневые грибы, это тоже не очень так разумно. Опасно, да, получается? Ну, это опасно, там могут быть и смертельно ядовитые, да. Ну, судя по каким-то статьям различным и сообщениям, все-таки умудряются люди. Ну, да, пусть показывают, что они собирают. Можно нам, ну, меня не надо бояться, тоже интересно. То есть вы в том числе призываете и такие грибы тоже показывать? Да, 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 показывать им не очень нужна фотография, потому что мы пишем сейчас книгу, и несколько фотографий нам еще не хватает, и как раз вот этих фотографий у нас нет. Вот покажите хотя бы фотографии. Спасибо большое. Глава отделения ботаники Латвийского музея природы и миколог Иннита Даниэла была у нас сегодня в гостях. Спасибо и желаем всем грибного сезона хорошего. До свидания. До свидания.